В эфире информационная программа Ставропольской государственной краевой телекомпании в студии Олег Исаев. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем вам о наиболее интересных событиях с сегодняшнего дня. Вот главная тема выпуска. Местное самоуправление Ставрополя на пороге перемен. Депутаты готовят поправки в соответствующий закон. Жители одной из улиц Минеральных Вод вместе с представителями администрации пытались разрешить мусорный коллапс. Обогнуть земной шар и при этом не потратить ни копейки. При мудрости экономного туризма. Все подробности далее. В Москве состоялась рабочая встреча министра финансов страны Антона Силуанова и губернатора Ставрополя Владимира Владимирова. Об этом сообщила пресс-служба главы региона. Обсуждались вопросы, связанные с формированием краевого бюджета на будущий год и финансовым взаимодействием региона и федерального центра. Также речь шла о замещении кредитов, которые берет край у коммерческих банков более выгодными займами из федеральной казны. Еще одна встреча в столице у губернатора края состоялась с генеральным прокурором России Юрием Чайкой. Среди ее тем взаимодействие исполнительной власти региона и органов прокуратуры в вопросах обеспечения законности и укрепления правопорядка в крае. Была также затронута ситуация в городе Минеральные воды. Местное самоуправление Ставрополя ждут перемены. В Думе края подготовили законопроект, который вводит в городах и районах единую систему с главой муниципального образования, выбираемого из числа местных депутатов, и главой администрации, назначаемым на конкурсной основе. Сегодня депутаты обсудили документ на заседании профильного комитета. Зачем нужна реформа, как она будет работать, что по этому поводу думают депутаты, мэры и главы районов, расскажет Леонид Нечапуренко. Пожалуй, главное изменение, предусмотренное в документе, отмена прямых выборов мэров там, где они еще сохранились. Во всех городах и районах будет действовать система управления, которая сейчас работает в Ставрополе и некоторых других муниципалитетах. Главу района или города выбирают из своего числа местные депутаты. Он больше сосредоточен на представительских функциях. Главу администрации назначают по результатам конкурса. Именно этот человек занимается кадровыми, хозяйственными, земельными делами. Так что лучше, выбирать или назначать местных управленцев? Этот вопрос не мог не вызвать дискуссию. Проходило ли вообще какое-то выяснение мнения непосредственно населения касательно системы выборов глав? Вы прекрасно понимаете, что вопросы управления территорией, они всегда имеют две крайние точки. Выборность главы или назначаемость. Здесь даже не бывает середины. И как бы мы с вами не поступили, все равно найдется достаточно большое количество недовольных тем или иным решением. Сторонники позиции «назначать» черпают аргументы в истории Ставрополья. По их мнению, там, где есть прямые выборы, нет порядка, а руководство больше занимается политикой, а не хозяйством. Давайте вспомним, что было в Андроповском районе пять лет тому назад. Там же невозможно было никому работать, потому что спорили, кто главнее, ругались друг с другом и так далее, и так далее, и так далее. Такие же истории можно приводить и по Кисловодску, и по Пятигорску, и по Ставрополю. Нам надо приходить к решению этих вопросов в русле, который нам дает федеральный закон. Надо этот закон нам принимать, поработаем, посмотрим. На заседании дают слово представителям самих муниципальных образований. И тех, где руководство выбирают, и тех, где уже действует новая система. И практически все единодушны. Закон принимать надо. Железноводск, к сожалению, за последние годы, буквально 4,5 года, пережил 11 избирательных кампаний, из них три кампании по выборам главы города. И сама идея выборов каждый раз рождает среди населения, в общем-то, достаточно негативные такие эмоции. И, конечно, жители города очень волнуются, сколько средств уходит на выборы. У нас более 10 миллионов ушло. И для нашего бюджета это очень весомая цифра. В пользу новой системы высказался Совет муниципальных образований края. Его участники считают это лучше, когда у власти профессиональные управленцы, а не профессиональные популисты. Поддерживает проект и губернатор Владимир Владимиров. Глава края считает целесообразными предложенные законопроектом изменения в части формирования представительных органов местного самоуправления, установления порядка избрания глав муниципальных образований, конкурсного замещения должностей глав администрации муниципальных образований на контрактной основе, определения условий переразпределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Старопольского края. Но окончательное решение за всеми депутатами. Судьбу документа и возможные муниципальные реформы определят голосованием на большом заседании Думы. Леонид Нечпуренко, Николай Попов, Ставропольское телевидение. Сегодня же стало известно, что депутат Кирилл Кузьмин стал новым руководителем фракции «Справедливая Россия» в Думе Ставропольского края. Напомним, до этого парламентское объединение «Справедливоросов» возглавлял Сергей Горло, который недавно перешел на работу в правительство. На прошлой неделе губернатор назначил его министром строительства, архитектуры и ЖКХ. Пришедший ему сегодня на смену Кирилл Кузьмин, кстати, самый молодой депутат этого созыва, успел отметиться как автор ряда законодательных инициатив. По словам самого Кузьмина, с его избранием курс фракции «Справедливая Россия» останется прежним. Международный форум «Северный Кавказ. Развитие конкурентоспособной экономики региона» проходит в эти дни в Пятигорске. В нем принимает участие более 300 предпринимателей, а также представители 11 стран – Турции, Ирана, Китая, Вьетнама, Шри-Ланки и других. Участники обсуждают перспективы развития внешнеэкономической деятельности на Северном Кавказе, взаимодействия бизнеса с контролирующими органами и проблемы валютного регулирования, а также стратегии и перспективы экспортного потенциала округа. В СКФО в настоящее время планируется реализация ряда проектов, решающих задачи по импортозамещению. На Ставрополе делают ставку на создание современных животноводческих предприятий, развитие тепличного комплекса, садободства и природно-рекреационных зон. Прежде всего хотелось бы обратить внимание на те моменты, которые у нас существуют, то есть тот экспортный потенциал, экспортные возможности, которыми край обладает. Это природно-рекреационные зоны, которые вовсю представлены у нас на Северном Кавказе, и мы говорим не только о регионе Кавказских минеральных вод, но и о других республиках. Это санаторно-курортное лечение, это минеральные воды и грязи, которые в большом объеме присутствуют в нашем регионе. Мы хотим, чтобы здесь появились производства с IT-технологиями, высокотехнологичные, которые не будут влиять на наш, допустим, экологическое состояние природы, но помогут сделать скачок в развитии промышленности. По итогам форума будут выработаны решения обсуждаемых проблем. Предложения и рекомендации направят в государственные органы власти. Далее о бытовых проблемах. Куда и как выбрасывать бытовой мусор? А самое главное, где должны стоять контейнеры? Жители одной из улиц Минеральных вод вместе с представителями администрации пытались разрешить мусорный коллапс. Подробности в материале наших коллег из курортного региона. Причина схода граждан – это желание найти выход из сложившейся ситуации. Ранее по улице Локомотивной стояло несколько больших мусорных контейнеров. Затем обслуживающая эту улицу фирма «Арго» предложила приобрести жителям индивидуальные мусорные баки малой емкости. Но не все захотели их ставить в своем дворе. В итоге на сегодняшний день ситуация с вывозом мусора критическая. Мусорные пакеты люди бросают где хотят, что их самих же и возмущает. При этом из-за отсутствия достаточного места для установки больших баков. Их вынуждены устанавливать рядом с домами, а этого их жильцы не хотят. Я живу по улице Школьная 21 еще. Вы посчитайте, там есть ли вот эти метры от контейнеров. Ну вот и давайте тогда это решать как-то. С этой целью комиссия из представителей ЖКХ и временно исполняющего обязанности главы города прибыла для диалога на место конфликта. Давайте решать вопрос, где мы поставим, в каких местах или все-таки мы какую-то поменяем структуру вывоза ТБУ. Мнения разделились. Кто-то предложил вновь перейти на общие мусорные контейнеры, кто-то был категорически против из-за боязни повторения антисанитарных условий проживания, так как в эти мусорные баки складируют мусор не только жители этой улицы. У нас 9 домов, которые в один ящик скидывали мы весь мусор. 9 домов, 9. Когда я шла на работу мимо этого ящика, иногда мне было стыдно. Я брала лопату, веник, собирала, подложила. Тем более, иногда люди идут на рынок по праву мимо училища и по пути с пакетиком кидают же в наш ящик. Такая чистота была женщина. Вы послушайте, вот здесь я ругала, сколько свалка была. Поджигали сколько. Я говорил, мне чуть и морду не били. Выходили, вот там выходила, скинулся на меня. Почему это делалось? Вот там свалка постоянно. С этой улицы тащи туда. Ночью выхожу тащи. А у вас тут свалка. Возмущает граждан и непонятно, как отлаженная система оплаты вывоза ТБУ. Все эти моменты были взяты на контроль местной администрации и совместно с людьми принято решение установить возле трех специально выбранных домов большие мусорные контейнеры и протестировать их эффективность. Телерадиокомпания СИВ. Специально для СТВ. Продолжаем выпуск. Пожилой возраст не мешает оставаться молодым в душе. В Ставрополе прошел фестиваль художественной самодеятельности для пенсионеров. Души, запасы золотые. Где люди старшего поколения показали, что с годами их тяга к творчеству и самовыражению не только не угасла, но и стала гораздо сильнее. Подробности у Александра Григорова. Они дарили друг другу радость и радовались жизни, словно им не за 50, а чуть больше 20. Энергичности этих людей можно только позавидовать. А своими выступлениями пожилые люди доказали, что радоваться жизни можно и после ухода на пенсию. Главное – всегда оставаться молодым в душе. На этом празднике собрались творческие пенсионеры со всего Ставрополья. Поэты, музыканты, певцы, писатели. Подобные мероприятия, организатором которых выступает отделение Пенсионного фонда России по Ставрополью, проводятся регулярно с одной простой целью. В этом году у нас разного направления, где-то на 12 или 13 мероприятия. Мы практически каждый месяц стараемся что-то с пенсионерами сделать, чтобы, ну будем говорить, тянуть что ли к нашей общественной жизни. Вот когда человек на пенсию уходит, вам молодым трудно понять. Он был все время в производстве, нужен, и вдруг ушел на пенсию, никому не нужен. Как может человек быть никому не нужен? То есть мы сегодня попробовали собрать под этой крышей тех людей, которые дают творческий запал нашему Ставропольскому краю. Валентина Нарыжная 47 лет жизни посвятила работе в культуре. Но и после выхода на пенсию не перестала заниматься искусством. Она уже написала 8 сборников стихотворений, многие из которых даже легли в основу музыкальных произведений. Для меня это вообще стимул. Это вот, понимаете, творческий рост человека, любого человека талантливого. И это очень хорошо, что Краевой пенсионный фонд вот собрал такое мероприятие, где люди отдыхнут душой, понимаете, покажут свои способности в песнях, в стихах, в чем-то в другом. Я считаю, что это для нас очень значимо. Глядя на то, с каким удовольствием и задором выступают все эти люди, видно, что творческих золотых запасов в их душе хватит еще надолго. Я не замечаю возраста, как бы я знаю, что мне уже не 60 даже, но душой, потому как я занимаюсь с детьми, нам стареть некогда, некогда стареть. Александр Григоров, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. А между тем, отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю увеличит минимальный прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году. Если в 2014 он составлял 5817 рублей, то в 2015 году вырастет до 6474 рублей. И в завершении о путешествиях. Обогнуть земной шар и при этом не потратить ни копейки. Как путешествовать таким весьма экономичным способом, знает немец Бенджамин Нординг. Уже 4 года мужчина разъезжает по миру автостопом, но достопримечательности его мало интересуют. Главная цель его путешествия – знакомство с новыми людьми и дорога как процесс. Накануне вечером кочевник прибыл в Краевой Центр и уже завтра собирается продолжить свой путь. Однако Ефим Пушкин все-таки успел расспросить иноземца о его необычном образе жизни. Подробности далее. Как ни странно, но Краевой Центр Бенджамину не интересен. Также равнодушным его оставили горы Северной Осетии и не впечатлили и живописные уголки Кабардино-Балкарии. Как признается сам мужчина, из 50 стран, что он исколесил, лишь Монако завоевало его сердце. Все потому, что главная цель его пути – вовсе не достопримечательности. Конечно же я погуляю по Ставрополю. Только вот все города я вижу одинаковыми. Люди мне интереснее. Познакомиться с ними, увидеть, с чем они живут в разных уголках мира. Сам Бен родом из Германии. Устав от работы сантехника, он решил немного погулять по Европе. Этим поход не ограничился. Научиться странствовать без навигатора, сотовой связи и других благ цивилизации много времени мужчине не потребовалось. Кроме того, за все время пути Бен не потратил ни цента. Самое необходимое всегда у него в рюкзаке за спиной. Едой, одеждой и медикаментами с ним делятся те, кто пустил его в свой дом. Теплая куртка досталась ему в Азербайджане, а кроссовки подарил знакомый из Нальчика. С родными Бен выходит на связь через интернет. Если, конечно, он есть у того, кто приютил иностранца. Изначально я планировал пешком посетить только страны, где говорят на немецком, а потом попробовал передвигаться автостопом. Так меня занесло в Стамбул, и там я решил, что не хочу останавливаться. Мою родню, мои разъезды не беспокоят. Старший брат до меня путешествовал по полтора года, так что все мои родственники к этому давно привыкли. Впрочем, Бенджамин не единственный, кто передвигается по планете таким образом. Движение под названием «Каучсерфинг» предполагает, что во время путешествия ты можешь остановиться не в гостиничном номере, а почти у незнакомого человека. В Краевом центре, к примеру, Бена приняла Екатерина. Кстати, таким образом она сама несколько раз выезжала за рубеж. Девушка объясняет попутчиков, и крышу над головой каучсерферы находят в соцсетях и на специальных сайтах. Действительно, вот все, что каучсерфинг дает людям, я прочувствовала и теперь не боюсь вообще нигде путешествовать, потому что это было интересно. На самом деле, люди очень отзывчивые везде. У меня много друзей, которые так путешествовали в Америке, Финляндии, в Швеции. Следующим пунктом назначения у Бена числится Волгодонск. После этого он планирует отправиться в Саратов. Ну а куда дальше, подскажет настроение, объясняет путешественник. Ефим Пушкин, Иван Фильянов, Ставропольское телевидение. И о культуре. В Краевом центре прошла встреча поклонников творчества Михаила Лермонтова. С собранием литературного клуба ставропольцы отметили юбилейную дату 200-летия великого русского поэта. Ставропольские писатели о творчестве Лермонтова. Воодушевленные произведениями великого классика, авторы рассказывали о его жизни на Кавказе. Читали стихи и исполняли романсы. Нет, не тебя, так пылко я люблю, не для меня. Виктор Кравченко поклонник творчества поэта с детства. Интересные факты его биографии, которые по крупицам собирались в различных источниках, библиотеках, архивах и музеях, теперь объединены в книги. У нас прибыло шестеро под конвоем из Сибири. И тут я перечисляю тех декабристов, которые на самом деле были переведены. Также на поэтической встрече выступили актеры Ставропольского академического театра с постановкой «Разливый рек» по произведению Константина Паустовского о пребывании Лермонтова на Кавказе. О ком под полозьями плачет сырой петербургский ледок, куда этой полночью скачет исхлёстанный снегом ездок. А иной раз, если паром был поломан, даже останавливаться на день-два в каком-нибудь захолустном городке. Все великолепные выступления, но особенно проникновенные артисты выступали, особенно его романсы. Ещё одна составляющая этой поэтической встречи – книжная выставка «Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ». В ней произведения Лермонтова разных лет издания, а также дневники, заметки и письма. Организаторы мероприятия, признаются, подготовка к нему шла не один месяц. Теперь они будут посещать библиотеки Ставрополья с этой программой. Уже побывали в Андроповском и Петровском районах. Хочется отметить, что это третье мероприятие в ходе лермонтовских встреч на Ставрополье. Естественно, что сегодняшнее мероприятие по эмоциональному накалу, оно было наивысшим. Нам очень приятно, что все читатели, все желающие откликнулись на нашу просьбу прийти на наше мероприятие. И мне показалось, что и авторы, и зрительный зал получил максимальное удовольствие от проведенной встречи. Вдохновленной встречей гости покидали зал в прекрасном настроении. Некоторые задержались, чтобы взять в библиотеки лермонтовские сборники стихов и прозы. Давид Ванян, Григорий Муратов, Ставропольское телевидение. К этому часу у меня все новости. Главные события, программы и проекты нашего телеканала вы сможете найти на сайте stv24.tv. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами и желаю вам приятного вечера. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»